Всех приветствую на нашем канале! Сегодня разговор у нас пойдет о посадке лука сивка на рассаду. Что я хочу сказать? Способ посадки у нас будет совсем нетрадиционный. Очень много споров идет о том, что перекись водорода является просто бомбой, то есть она способствует не просто быстрому проращиванию семян, а мгновенному. И вот сегодня я ролик посвящаем именно этому, то есть мы с вами поставим эксперимент. Посадим один и тот же сорт лука с помощью перекиси водорода и без перекиси водорода и посмотрим насколько он эффективен. Итак, перекись водорода мы берем 3%. Перед тем, как высадить семена, их нужно замочить на 20 минут в перекиси водорода. Вот я замочила их, они 20 минут у меня пролежали в перекиси. Теперь мы их должны промыть, немного подсушить, и потом мы сеем. Итак, емкость, в которой мы будем сажать с перекисью водорода, я отметила таким вот квадратиком. Перед тем, как делать посадку, мы делаем бороздки глубиной 1 сантиметр, расстояние между бороздками должно составлять 5 сантиметров и семена лучше высаживать по одному. Хорошо проливаем землю. Здесь у меня перекись водорода тоже заправлена в бутылки. На пол-литровую баночку или пол-литра воды нужно добавить одну столовую ложку. Если у вас литр воды, соответственно, две столовые ложки. Хорошенько проливаем, здесь мы точно так же поступаем. Все то же самое по тому же сценарию, только мы. Здесь у меня просто чистая вода. Сажать семена мы будем на глубину 1 сантиметр. Желательно оставлять расстояние между семенами где-то полтора сантиметра. Сажать можно руками, можно пинцетом, как вам удобно. Старайтесь посадить семена не кучей, а вот так укладывать. В принципе, они достаточно хорошо в руках их можно держать, они не мелкие, как у питунья. И, конечно, лучше бы, конечно, посадку делать с небольшим расстоянием. Дело в том, что тогда вам не придется распакировать их и выбрасывать семена, которые уже будут в куче. Все, я уложила семена. Как я уже сказала, на расстоянии одного-полтора сантиметра друг от друга. Следом присыпаю я грунтом сверху. Грунт должен быть на один сантиметр выше семян. То есть много грунта не сыпьте. Для чего нам нужна перекись водорода? Для того, чтобы, как говорится, ускорить прорастание семян. Дело в том, что оболочка у семян покрыта эфирными маслами, что замедляет схожесть семян. И перекись водорода способствует быстрому прорастанию. Так, еще раз напоминаю, я взяла лук альбион. Это среднеспелый сорт, 120 дней от сходов, выращивается в однолетней культуре и масса луковицы 100 грамм. Вот такой гибрид альбион фирмы Гавриш. Луковицы очень крупные, белые, салатного назначения. Так, все. И сверху я грунт уплотнила, присыпала, уплотнила и сверху проливаю опять-таки шперки водорода. Увлажняем хорошо и ставим в теплое место для проращивания. Температура должна быть более 25 градусов для проращивания. Могу сказать так, самое главное, не просмотрите всходы. То есть, как только вы увидели, что появилась петелька, укрытие нужно снять и температуру понести и поставить в светлое, теплое место. Но с температурой уже гораздо ниже. Так, это у нас перекиси водорода, а здесь у меня без перекиси. Схема посадки такая же. Все, семена мы положили, разложили, точно так же я присыпаю грунтом и прижимаю, уплотняю и проливаю. Лучше бы, конечно, использовать пульверизатор для того, чтобы вот так из лейки вода сильно не затягивалась на глубину. Так. Ну все, теперь мы ждем результатов. Посмотрим, в какой контейнер у нас быстрее взойдет и стоит ли вообще использовать перекись водорода. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Результат эксперимента ждем. Всем пока!